Здравствуйте, уважаемые зрители, садоводы, цветоводы. Сегодня будем обрезать деревья плакучие на штамбе. Принципы обрезки большинства плакучих форм примерно одинаковые на штамбе. Поэтому я начну, покажу обрезку на примере ивы. Перед вами ива козья, пендула. Сорт называется килмарнок. Чтобы ива всегда была красивая, каждый год и радовала вас своей кроной, нужно ее правильно, регулярно и ежегодно обрезать. Если этого не делать, она все равно будет расти. Ветки будут расти, но будут расти не туда, куда надо, не так, как нам надо. В итоге улягутся бесформенные массы во все стороны, и ива потеряет декоративность. Кроме того, если дерево не обрезать правильно и регулярно, плодовое в том числе и декоративное, то такое растение меньше живет. Продолжительность жизни его сокращается. Поэтому обрезать нужно регулярно. Цель обрезки, возьмем эту иву декоративную или любое декоративное растение, цель обрезки – это добиться максимального декоративного эффекта. Но понятие максимального декоративного эффекта у разных людей разное. Но, во всяком случае, не у всех совпадает. Вот возьмем на примере этой ивы. Одни ее обрезают очень коротко. Это будет называться обрезка-стрижка-каре. Другие обрезают примерно так, как у меня. Это зонтик. Третьим нравится, например, вообще каскад не спадающих ветвей до самой земли. И кто-то обрезает, я смысла не вижу, правда, в этом. Вот плакучая форма, но обрезают очень-очень коротко. Получается шарик такой сверху. Шарик. И, знаете, каждый по-своему прав. Каждый прав, потому что он обрезает это растение в соответствии со своим понятием о красоте, со своим вкусом. Но все-таки принципы обрезки одинаковые, я уже сказала примерно. Поэтому начнем с общих принципов обрезки. Большинство таких форм обрезают канделябровым способом. Формируют и обрезают канделябровым. Что это значит? Это значит, ветка в итоге, в нескольких лет обрезки, должна выглядеть в виде канделябра. Зачем так обрезается дерево? Во-первых, это красиво, канделябры. Во-вторых, это позволяет расширить крону в горизонтальном направлении, сделать ее более широкой, более основательной такой. Ну и потом зимой, конечно, это моя Ива, специалисты это видят. Она недостаточно хорошо сформирована аккуратно. А если хорошо обрезать ее в виде канделябра, то она смотрится просто потрясающе зимой. Особенно покрытая инеем. И мне даже кажется, что вот такие канделябровидные деревья в безлиственном состоянии зимой, в инеем, они смотрятся, мне кажется, даже красивее, чем летом с листьями. Всяком случае, не хуже. Как обрезать и когда обрезать? Посадили дерево, Иву, и сразу же в первый год ее нужно обрезать. Посадили осенью или весной, обрезаем весной. Как обрезают? Сколько бы веточек не было в первый год, их обрезают все. Обрезают, оставляя коротенькие совсем веточки. То есть, например, вот эта ветка обрезает, оставляет вот так вот. Оставляет 10-15, максимум 20 сантиметров. Зачем такая короткая обрезка? Потому что нужно в первые годы, 2-3 года, нарастить хороший скелет, основу кроны, широкая, чтобы она формировалась, вот как я сказала, в виде канделябра. Вот, чтобы она растила мощную крону, это деревоце. Причем обрезают, не просто обрезали, вот все ветки укоротили, как я сказала, там 5-10-15 сантиметров, 20. А таким образом, чтобы на конце срезанной ветки, вот я показываю, была почка, которая смотрит вверх. Мы обрезали. Из этой почки вырастает ветка, которая красиво изогнется. И это уже начнется формирование канделябра. На следующий год мы обрежем, ну, например, вот, следующую ветку обрежем, да, вот так вот. Тоже на почку, которая смотрит вверх. Продолжится формирование канделябра. И так, ну, хотя бы 2 года, а еще лучше 3 года вот так коротко обрезать, чтобы сформировался хороший широкий канделябр. Вот так формируется крона дерева. А дальше, после 2-3 лет обрезки, уже обрезает каждый сам, как хочет, в соответствии с принятой формой кроны. Как я уже сказала, будь то каре, зонтик или ветки до земли. То есть, кому что нравится, так и обрезает далее. Но начало должно быть у всех примерно одинаковое. Еще нужно помнить, если беретесь за секатор и обрезаете очень сильно, радикально, так вот, как я сегодня, например, буду обрезать, бессмысленно проводить такую радикальную обрезку, если дереву не хватает питательных веществ и воды. Потому что нужно нарастить потом хорошую, красивую крону. Вот, поэтому после обрезки подкармливаем, поливаем. И желательно, конечно, не один раз за сезон, еще парочку раз за сезон потом подкормить это дерево. Потому что оно очень сильно обрезано. Когда обрезать? Значит, иву келмарнок желательно обрезать, даже не желательно, а все-таки нужно обрезать после цветения. Цветет она в апреле. В это время на ней образуется, на деревце на этом образуются очаровательные, пушистые, золотисто-желтые, очень ароматные шарики. И она цветет, и в это время смотрится потрясающе, очень красиво. Если вы обрежете до цветения эту иву, то лишитесь этой красоты. Поэтому обрезать нужно. Ну, разные весны по-разному, но примерно вот конец апреля, когда отцветет она, и эти шишечки, сережки, начнут засыпаться. Вот кто-то сейчас смотрит на мою иву, смотрится она так вот. Почему я обрезаю на этот раз в марте месяце? А вот она в этом году решила отдохнуть. И сережек практически на ней нет. Это впервые за несколько лет. В прошлом году она у меня была весной формирована. Были каскадветок до земли. И вот как-то с одной особенно стороны. В общем, она была очень красивая, вся желтая. Но сейчас мы будем обрезать раньше. Моей этой иве 5 лет. Первых 2 года я добросовестно обрезала ее канделябровым способом, формировала. Здесь видны вот зачатки канделябров. 2 года. А потом решила расти, милая, как хочешь. Видишь, на третий год все-таки обрезка какая-то была. А 2 последних года детальной обрезки я не проводила. Я просто обрезала ее, видите, зонтиком. То есть она предыдущих 2 года росла у меня до земли. Красивый стожок такой был. В прошлом году захотелось зонтик. Конечно, она подзапущена. Поэтому сейчас будем ее правильно обрезать. Начнем. Значит, обрезку любого дерева, в том числе и декоративного, начинается санитарной. Это значит, поломанные, сухие какие-то подмерзшие веточки. Ну, я не вижу таких вот веток на этом дереве. Я не знаю, камера передает или нет. Вот концы веток подмерзли. Концы веток, вот они все подмерзли. Почему так получилось? Это не потому, что эта ива не зимостойкая. Она очень зимостойкая. Но я же ее формировала зонтиком. Ветки отрастают в течение сезона. А она растет, знаете, до самой осени. Молодые приросты все растут и растут. И начинают ниже вот этой зоны зонтика расти. Я их обрезаю. Отрастают молодые. Опять обрезаю. Поэтому те, которые сформировались уже ближе к осени, в конце лета, естественно, они не вызрели ткани. И, конечно же, они подмерзли. Но это совсем не сказывается никак на декоративности этого растения. Эти веточки подмерзшие я обрежу в конце обрезки. С чего начинают? Я уже сказала санитарные. А вот дальше нужно все, что внутри кроны, вот здесь вот, внутри кроны, все вырезать. Поначалу, когда молодое деревце было, то это было красиво. Много листьев, была пышная крона. Сейчас, вроде бы, вот без листьев все просматривается, проветривается, освещается. А летом вот эта средняя часть кроны, она совершенно туда не попадает солнце. И листья, они должны вообще листья фотосинтезировать, то есть образовывать органические вещества в результате фотосинтеза. Внутри они не только что образуют органические вещества, они наоборот, нахлебники. Они употребляют то, что вырабатывают вот эти наружные веточки с листьями. Поэтому внутри веток не должно быть. Причем, посмотрите, неважно, веточка вот такая тоненькая, вот, например, эта веточка, вот тоненькая, вот тоненькая. Или вот такая, довольно красивая, довольно толстенькая веточка, вот такая. Все равно все ветки внутри кроны нужно вырезать. Мы начнем с вырезки этих внутренних веточек. Нужно вырезать их все. Ветки, прилегающие к штамбу. Причем, знаете, это вот в таком загущении, это, наверное, даже и не так упросто. Ну вот, начнем. Мой любимый секатор с тоненьким носиком сломался, поэтому этими подлезть уже хуже. Я потом буду какие-то ошибки свои дорабатывать. Дальше. Вот тоненькая веточка, мы ее убираем из центра кроны. Так, вот эта ветка, вот она толстая, придется взять другой секатор. Довольно симпатичная. На ней много листьев. Казалось бы, надо ее ставить. Но она работает, листья работать не будут. Крона загущается. Видите, как сложно подлезть. Это когда... Я вот это называю у себя, вот это, художественный беспорядок. Конечно, лучше бы тут был полный порядок. Так, если ветку трудно вытащить, вот вы обрезали и трудно вытащить, начнете тащить, поломаете другие веточки, значит, нужно ее расчленить. Каким-то образом. Так, дальше. Продолжаем вырезать ветки в центре кроны. Так. Вот эти ветки тоже. Удаляем. А если бы я два предыдущих года не оставила, вот так вот, делайте, ребята, что хотите, растите, как хотите, было бы все значительно проще и красивее. Так, я пока вот так временно срежу ее, а потом я ее... Так, мы ее тоже на части разрежем. Вот эта ветка, вот эта ветка, вот она какая, крепкая, красивая. Казалось бы, такую надо оставить. А может мы ее... Нет, я ее все-таки удалю. Хоть она большая и красивая. Вот центр понемножку осветляется. Это еще не закончено, стрижка только начата. Так, вот внутри ветка. Удаляем. Ну вот, это не полностью осветлился центр, но более-менее уже центр осветлился. После того, как более-менее центр осветлен, дальше приступаем к детальной обрезке каждой веточки на этой иве. Начинаем с какой-то, с одной ветки и по кругу. Все веточки переводим на те, которые смотрят вверх. Опять же, с целью расширить крону. Если попутно попадаются веточки такие непродуктивные, тоненькие, то мы их вырезаем. Так, значит, вот эту ветку, видите, она какая симпатичная веточка. Ну, мы эту веточку симпатичную срежем вот на это боковое ответвление, которое смотрит вверх. Таким образом, наш зонтик еще больше расширится. Так. Вот эту веточку переведем на эту. Вот сюда, на внутреннюю. Дальше, вот эту ветку переведем тоже на боковую. Эти тоже на боковую переводим. И дальше идем по кругу. Следующее. Вот это вот очень мешает здесь. Они мешают друг дружке, трутся друг о дружку. Поэтому тоже переводим на боковую ветку, смотрящую вверх. Ну, я еще повторно потом пройдусь почищу, а так сейчас основную делаем обрезку. Дальше, вверху, вот эти веточки, вот которые туда-сюда поползли, часть из них тоже нужно убрать. Как я уже сказала, этот художественный беспорядок мы немножко упорядочим. Вот эта ветка, она лезет, все переплетается. Мы переводим ее на вот эту боковую. Вот, симпатичный зонтик продолжается формироваться. Дальше вот эту веточку тоже уберем вниз. Пусть она шире идет. Вот, ну, как я уже сказала, непродуктивные веточки, от которых красоты особо и нет, и загущают только, мы тоже убираем. Вот это тоже идет не туда, куда надо, но я оставлю пока вот верхушечную почку. Очень даже может быть, что это будет высокий канделябр, который будет не ухудшать, а украшать крону. Поэтому пока оставлю. Та же вот участь эту веточку постигнет, я ее также обрезаю. Пока временно оставлю. Вот здесь вот, видите, вы, загущение. Мы обрезаем все, что направлено вовнутрь. И оставляем только наружную. Нужно, вот я в самом начале сказала, что концы веток подмерзли. Мы сейчас укорачиваем крону, но можно укоротить ее ровненько, четко, на одном уровне, чтобы она была. Можно на разной высоте обрезать. Ну, а главное, это нужно срезать вот эти подмерзшие веточки. Причем, опять же, обрезаем подмерзшую веточку и на почку, которая смотрит наружу. То есть наверх. Всегда обрезаем веточки таким вот образом. Сейчас крона наша станет покороче. За лето это все нарастет. И будет, надеюсь, симпатичная крона, которая будет радовать меня дальше еще много лет. А я постараюсь обрезать теперь каждый год, а не через год. Вот, видите, эти веточки, из этих веточек будут... Я даже вот безжалостно вот эти резану. Из них тут пойдут вот в эту сторону канделябры. Ну и эти все смотрящие наружу. Сухие, как я уже сказала. Те, которые подмерзли, которые очень поздно начали свой рост в конце лета. Естественно, подмерзли. Можно ее обрезать все веточки совсем коротко. То есть вот так вот все веточки обрезать, оставить там сантиметра по 10. Опять же, чтобы почка смотрела вверх. И тогда тоненькие все вырезать, оставить те, которые потолще. И их очень коротко обрезать. И в этом году будет веток меньше, но они будут мощные, сильные. То есть это как бы, опять же, скелет будет закладываться хороший. Ну, меня устроит вот такая крона, которая образуется в результате такой обрезки. Цветет она. Это такой пушистый шарик на расстоянии. Очень красиво смотрится во время цветения в апреле. И аромат на всю округу. Медовый. Пчелы вот у нас есть. Там они ждут, не дождутся, когда же-то и его засветет. Летают, опыляют, собирают. Так, вот эту веточку я... Вот эту веточку все-таки надо... Вот целиком я ее удалю. Точно так же, как эту целиком, удалю на боковое вот это ответвление. То есть по ходу обрезки не сразу иногда решается вопрос, а иногда потом. Вот эти веточки я коротко обрежу на верхней почке. В надежде получить из них сильные. В этом году хорошие приросты. И пушистую крону. Ну вот, если не все, то почти все. Обрезка ивы. Пендула, килмар ног, закончена. Вот эти пенечки в спешке не совсем аккуратно обрезанные. Я, конечно, подрежу. Дальше все срезы, которые в диаметре больше сантиметра, сантиметры больше, нужно замазать. Садовым варом, раннетом или каким-то другим средством. Еще при обрезке. Но это нужно смотреть, конечно, не сейчас. А летом очень часто на штамбовых привитых формах образуется поросль. Поросль бывает штамбовая. Вот это место у дерева называется штамб. И бывает корневая. То есть от корней растет. У роз, например, у штамбовых. Очень часто такое бывает. Если своевременно не убрать эту поросль, то поросль, она же, это же дикарь, вернее, дичок, на который прививали. Она сильнее, чем привой. И очень часто, особенно вот у роз, забивает прививку. Поэтому нужно регулярно, особенно в первой половине вегетации, потом рост уже затухает во второй половине вегетации, и поросль образуется реже или вообще не образуется. А вот первой половине нужно смотреть. Посмотрите, в прошлом году я прохлопала момент, и вот образовались два волчка. Вот это была поросль на штамбе, штамбовая поросль. Если своевременно ее заметить, вот растает один-два сантиметра, вы легко вот так вот пальчиком сковыриваете, и все. А мне пришлось, видите, срезать секатором, и образовались ранки. А если еще дальше подождать, то придется вырезать пилой, и будут большие раны. Я уже сказала, что иву эту я обрезала первых два года добросовестно, третий год так-сяк, а потом веточки, вот они пошли, как я уже сказала, в художественном беспорядке. Это ничего страшного. Посмотрите, вот здесь очень интересная картина. Вот, вот сюда камеру. Вот. Есть такой способ прививки деревьев, плодовых, декоративных. Называется он облоктировка. Это когда две веточки, это когда две веточки, вот так срезается кора на одной ветке, на другой, соединяются, завязываются пленкой, и эти две веточки срастаются. То есть в разных случаях, в определенных случаях применяют такую прививку, облоктировку. Здесь произошла естественная облоктировка. Ветка налегла на ветку, причем никто не срезал кору. Видите, посмотрите, они срослись, единое целое. И если это произойдет еще с какими-то здесь веточками, то ничего страшного не произойдет. Она отрастает за один сезон очень быстро. Особенно если, вот я уже сказала, ее подкормить. Сначала азотным удобрением, потом мочевиной, селитрой, потом через какое-то время комплексным удобрением подкормить. С поливом, разумеется, чтобы почва сухая не была. И они отрастают очень быстро. Крона восстанавливается, и вы не поверите, но в этот сезон могут быть ветки лежать до земли. Можно обрезать еще короче все веточки. Обрезать очень коротко, по 5-10-15 см. Таким образом крона, но она и сейчас вот таким образом получается омоложена. Если очень коротко обрезать, она тоже хорошо отрастает. И веточки, кстати, будут более сильные, более мощные, более толстенькие, такие красивые, если короче обрезать. Но поскольку это ива молодая, 5 лет всего лишь ей, то вполне еще можно проводить вот такую вот обрезку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!